но мы приближаемся вот какие елочки у нас тут есть это вот или мраморная ель или голубая ель короче очень достойные такие елочки здесь у нас фонтанчик скверик такой небольшой здесь так дальше пошла ярмарка что-то там шашлыки и машлыки все там жарят крутят ну надо походу идти туда спускаться и смотреть муж и так просто пройти мимо новогодней ярмарки это конечно будет неправильно здесь вкусно натурально шашлык давай посмотрим поближе откуда пряники ваши как пульские прямо из тулы привезли ничего себе вот это круто как говорится в тулу со своим самоваром так дальше шашлычки идут 100 рублей шашлык вот смотрим меню кофейня шарик вот такой вот большой с декорациям и новый год опа на аттракциончики вот такая супер космическая машина космос вообще космос вообще всякие аттракциончики 200 рублей стоят лошадки здесь шарики вот такая каруселька маленькая сколько стоит не знаем вертолет короче колесо обозрения есть все такое вот у нас вот еще паровозики есть вот у нас настоящая елка стоит здесь вот самая натуральная есть у нас еще искусственная елка короче вот 2020 декорация здесь сцена здесь по-любому будет на новый год движения по любому концерт какой-то будет по-любому звезды какие-то приедут к нам вот такая ель супер-пупер мега ель ну так прекрасная ель короче всех ребята с наступающим новым годом вот смотрите какие груза здесь положили фэске чтобы не улетела елочка тут только краном их прямо по а вот и дед мороз со снегурочкой и 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 ты всегда снимай я всегда с собой беру видеокамеру здрасьте кого сфоткать не надо хорошо на больше нет после этого нет а до этого до вот такая лавочка еще здесь есть мед сувениры крымские перчатки вот мед любой чай кофе горячая медовуха вот закрытая мангаль плов мангал шашлык ну все здесь уже все закончились ларечки но все что открытые вот здесь у нас вот с видом на драматический театр пушкина декорации снеговички школа вот эта старая гимназия так ну школа до памятника архитектуры между прочим вот а здесь такое такое место называется вечный огонь очень почетное почитаемое у нас место это вот аджимушкайские каменоломни это нашим бойцам керченским керченско-феодосийский десант освобождение керчи да здесь конечно место такое а кстати мы сейчас смотрим но его не очень хорошо видно но вот сейчас как-то на памятник владимиру ильичу ленину вот делал часова пролетела видите не полетела полетела вот вот это памятник ленина опять же не будем заострять на нем внимание но просто он есть вот вот здесь такой вот парк сквер и конечно же ребята самое главное это гора метридат которая сейчас у нас на реконструкции находится кто был на горе метридат ребята поставьте именно не для меня для горы метридат поставьте лайк чтобы ее скорее достроили вот сделали ремонт вот поскорее бы потому что это наша как бы гордость вообще города вот и эта школа кстати тоже из нее музейчик какой-нибудь сделать реконструировать ее хорошенько и музейчик сделать было бы прекрасно ну а мы идем дальше здесь идет агентство недвижимости керчин вест ну здесь уже более так сказать тем темновато уже идет улица но обратил внимание на музей какой-то там музей не помню но он так в темноте стоит поэтому даже не будем подходить к нему вот идем дальше мы идем кстати на набережную вот после елочки мы сразу идем на набережную вот чтобы увидеть что происходит на набережная так театральная это у нас агентство недвижимости керч дом покупка продажи дарения менедленда короче много всего вот здесь исписали стены краской идет вон хом кафе хом ну или кальяна или что-то такое там когда мимо проходишь рядом всегда кальянами пахнет вот ну а кальяна не курю и вам не рекомендую здесь идут апартаменты на дворянское но апартаменты я так понимаю говорят сами за себя что это и есть апартаменты так ну вот такие вот тут архитектура конечно красивая вот женщины такие вот дальше идем идет бирхаус еда суши вот какая-то вывеска одинокая темная ну я приблизительно догон а вот prime time блины квас домашний прекрасно ну в темноте все о дворянская табличка это очень важно но она конечно тут в темноте так значит в 1837 году эта улица получила название дворянская в честь российского славословия верой и правдой служившего отечеству вот так то ребята то есть это раньше была дворянская теперь это театральная так дальше идет какой-то там chill out chill out тоже нарисован кальян ну скорее всего кальяна и есть но в таких заведениях я даже и близко не бываю вот дальше идет steffi приз безопасность прежде всего так и идет у нас отель-кафе фишка тут вывески не видно но она есть дальше музей югниро идет ну и дальше там разные различные здания как бы сейчас на них заострять внимание не будем ну идет небольшая пробочка так сказать заторчик вот 4 балла оценку даю вот по городу идем дальше троллейбус такой вот здесь вот видно гостиничный ресторанный комплекс на дворянской апартаменты апартаменты на дворянской театральная 35 заходите вот здесь вот капучино и рядом с капучино я так понимаю что это капучино и строят вот такой большой четырех этажный комплекс вот огроменный вот и тут кафе конечно же сразу кафе капучино я честно говоря кафе капучино так сказать очень редко бывает ну хорошее кафе вот тут интересно вот спасибо за обратную связь трипадвайзер корпоративы будут вот 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 это парковка подземная но она закрыта новая подземная парковочка вот здесь капучино интересный дизайн тоже очень интересно вот эти веточки просто взяли веток накидали белым покрасили вот и все и очень красиво получилось так вот он капучино сейчас мы зайдем вот такие пробки ребята это город Керчь 6 часов вечера а пробки уже вот вот такое капучино здесь дизайн красивые мы вот так вот обошли единственное почему мы возвращаемся чуть-чуть назад чтобы посмотреть на церковь вот тоже старая церковь очень древняя сейчас если повезет посмотрим какой год этой церкви вот здесь у нас старый ну как в смысле старый летний он он сейчас не работает лайм типа летняя короче кафе вот елочка там вот идем вот остановлюсь немножко тут такое вот старое-старое здание вот это церковь ну я в ней был пару-тройку раз заходил очень интересно так ну такое все старое очень древнее одна из старых церквей вообще в мире здесь значит святитель лука воина яснеицкий архиепископ симферопольский и крымский доктор медицинских наук профессор хирургии родился 14 27 апреля 77 года в Керчи принял крещение 13 мая 77 года вот это он лука святитель лука дальше вот мы тут прочитаем памятник архитектуры церковь Иоанна Предтечи охраняется государством то есть это памятник архитектуры такая вот церквушка здесь ну достаточно интересная хоть она и вроде бы с виду такая не сильно яркая вот ну церковь и не обязательно должна быть яркой так а вот тут Аленка новая кстати площадка ребята о мне кто-то звонит сейчас о кстати мне может Аленка и звонит кстати да мы пришли на сквер Аленка и мне может звонить Аленка она меня сейчас позовет да это Аленка мне и звонит вот да Алена я на Аленке Алены я на Аленке так я там приходил у вас закрыто было а вы что там закрылись и просто при этом сели там и сидели и без света без ничего а просто закрыто было я прошел мимо там вот и все хорошо ну давай хорошо что позвонил я уже такое думаю на набережную идти и так далее так ну хорошо ну там я не знаю минут 10-15 где-то так давай давай бегу да действительно мне звонила Алена я сказал что я на Аленке а на площадке на детской вот ну что ребята ну наверное во второй серии мы посмотрим дальше нашу набережную Керченскую я думаю что может быть ее есть смысл днем посмотреть вот ребята напишите пожалуйста в комментариях вообще кроме набережной вот следующая серия будет это набережная что на набережной есть какие развлечения что работает что не работает и так далее вот ну и вы конечно со своей стороны напишите пожалуйста там в таком месте стою